а чё такой профессионализм знаете чего и профессионализм нет я с этим одно очень важный секрет скажу запомните сейчас внимание я это сам понял прошлой неделю да я серьезно говорю я я сели неделю был в турции вот видишь мы уже потихонечку справились до стима появляется прошлой неделю сам понял я изучаю вы смотрите как я понял профессионализм я держу теплица я получил прошлом году 110 тонн урожая я бывал турции теплицы которая девушка она девушка такая простая 600 тонн берется одного гектара 600 тонн это вообще обалдеет я держу оберкосовый саде и тут девушки держи оберкосовый саде я беру смотрите смотрите я беру где-то около пяти тонн с одного она берет 30 тонн я сосед у меня яблоко держи я не держу яблочный саде я посмотрю яблочный саде который берет 100 тонн с одного гектара я просто сидел дома 100 тонн по 1 доллар у тебя каждый гоктейль кодис 100 тысячи долларов ну ладно 20-30 прошло на содержание но я точно знаю что одного гектара уйдет только 5000 долларов на содержание не больше это же выгодно я сидел думал как это делает я тогда начал понимать что такое быть профессионалом но я начал выникать составить скрет у эта девушка который 600 тонн берет всего три секрета она делает то что я не делаю я у того который 100 тонн и облака берет для 5 секретов который делит другой садовник и тогда какой вывод сделал и это модель начал анализировать бизнесе и я начал там меня дошло интересный вещь интересный почему одну мои ученики с садике успешно друга не успешно другой мой ученик вот она успешно бизнес одежды она успешно согласно что хорошо продают вы растете в растете сколько раз вырос ваш товарооборот начала учеба 35 раз есть я говорила тогда три с чем не помню три три растет но есть люди которые тоже сами похожи бизнес открывает банкротится что у них товар есть товар есть они магазин арендуют арендуют нанимать продавщицу нанимает а деньги платит платит деньги вкладывает это бизнес платит они рекламу дают но смотрите но почему-то у одного больше успеха у другого нет успеха и вот что понял знаете что понял оказывается внимание массовый народ массовый народ знать 98 процент или возможно 90 процент информации и делает этого эти зеленые профессионал профессионал знает только два процента больше и он знает только это два процента который приносит 98 процент денег кто мне понял профессионал владеет вот этим и вот это 90 вот запомните вот это 90 98 процент работа делаешь вот это 98 процент но это не приносит доход это не дает большой доход вот это 2 процент это самое основное да вы теперь начали мне понимать вот это 2 процент дает доход вот это 98 процент посмотрите врачи врачи тот который профессионал он злодей только это 2 процент больше чем другой остальные тоже учились остальные тоже укол делать остальные тоже рентген делает разве не так и оказывается вот это появляется годами это быстро не появится этого либо ты учишься у наставника кто годами накопил опыта он тебе научит сегодня утром тимирланом объездили его объекте посмотрел и у меня рассказывал 5 истории 4 история рассказал он покупает земли и продать и так далее у меня рассказать 4 истории все четыре истории люди заканчивали печальные а у него успешная история как вы думаете вот одно его сделка мне не просто поразило вы где-то нибудь видели такого человек который за 7 7 миллион тенге пробрел актив превращали его больше миллион долларов я нигде не видел это был для я учился этому стоп за год доводит за год это же нереально за 7 миллион тенге брат а почему потому что он знает в этом как делать деньги тот сам человек который ему продавали то актив он сам понятия не имеет чуть с ним делать наверное он был счастлив когда продали его это вы согласны ли он он об он наверно обрадовался что мог это продать я даю вам слово потому что возможно он не значит с ним делать возможно это что носился с ним годами никто не покупал потому что знал а к определенному проблемы этого актива вот она что такое профессионализм я очередной раз начинать убеждаться в этом я вам не про это не не шучу я сам прошлой неделю понял этого три дня назад или может пять дней назад и понял нужно в любом деле найти того кто владеет вот это а вы знаете почему у него это получилось я утром по его история послушал внимательно яхт человек обучаемый я хороший ученик я учусь везде и внимательно он спросил как те так видите этого учился он сказал у меня есть рук или вместо 100 быть человек который еврей который мне показал как тут на это зарабатывать так тимирлан так или нет он мне сказал вот он говорил ты на и так то он нет даже если когда деньгами было выгодно он скотни одни дела делай и на и правильные вещи и я говорю все делаю правильные законно помните однажды вам сказал делайте все законно помните когда вам говорил делайте все законно иначе очень обойдется вам когда-нибудь дорого это важно у меня подтвердили утром еще раз то чему рассказываю обучаю я сидел думал насколько важно насколько это важно он даже рассказывал как его двоих своих друзей он которые с ним были партнером рассказывали делайте вот так они его не поняли они пошли делали как как у нас обычная там ахай махай чай паянам у нам решается все так а потом это обращается куча проблем ты уловили что сказать это вот это вам что-то нибудь дало или нет кто это понял вот это самое главное ребята помните мои слова очередной раз я убедился в этом что два процента два процента информация владеет профессионал но это два процента стоит основной сумма денег в том бизнесе кто-то открывает гостиницы не зарабатывают он для этот 98 процент общей знаний которые для гостиницы он знает он делай дихо он строит он купит диван он купит того он купит а он отопление делает и все делать но не раскручивается не принесет доход а кто-то знает два процента знаний который как гостиничном бизнесе можно зарабатывать миллионы и он буду зарабатывать вот такой скрыт это в любом бизнесе это в любом деле значит надо найти людей которые в этом максимально умеет зарабатывать максимально добились успех не надо учиться у средних людей кто средний он владеет общее знание я могу объяснить я же мог пойти узбекистан учиться у того кто тоже 100 тонн урожай берет таких море я пошел по узбекистану самарканды был бухаре был теплицы начал посмотреть каждый по над днем тренинги читал по вечерам ходили и до утра и перед намазом ходил посмотрел разные теплицы потому что надо было мне успевать я посмотрю кто-то 120 кто-то 20 150 тонн кто-то 200 тонн я все посмотрел 60 процент узбекистане все банкротились 60 процент это огромное количество огромных из людей не могли делать банкротились я сидел думал почему то но когда тот день встретиться профессионалами и я начал понимать почему так должно быть поэтому в любом деле нужно найти кого кто владеет вы его не поняли да